А теперь о новостях из парламента. Аренду Байконура продлят еще на 29 лет. Единственную поправку в ратификацию, ратификационный документ депутаты Мажелиса сегодня одобрили единогласно. За это время с Россией из космодрома будут запущены ракетоносители по типу «Союз-2». Их спутники обеспечат весь мир доступом к быстрому интернету. А для того, чтобы при запуске отделяющиеся части от космического аппарата приземлились безопасно и никому не навредили, мажелисмены одобрили ратификацию соглашения, которое, собственно, и регулирует район падения в Костанайской области. По словам главы цифрового ведомства, район будет использоваться лишь несколько раз в год. Проживание людей за пределами района падения является безопасным. При каждом пуске ракетоносителя будут проводиться работы по гигиенической оценке среды обитания близлежащих населенных пунктов. Будут отбираться пробы объектов окружающей среды. Проводится скрининг состояния здоровья населения. Депутаты потребовали у Багдада Мусина предусмотреть все компенсационные выплаты в случае аварии. Важно прописать детали вплоть до размера выплат, считают парламентарии. Оказалось, что казахстанцам до сих пор не возмещен ущерб за аварийное приземление ракеты еще в 2018 году в Карагандинской области. По словам вице-министра иностранных дел, всему виной бюрократия.